Деньги требуют огромного количества проволочек. Во-вторых, с таким сценарием, с такой, ну, сказать, ну, они же говорят, что вот кто платит, тот и заказывает музыку. Ну, вот музыка этого фильма, мне кажется, все-таки не очень им понравилась, этим людям, которые деньги дают, я, так сказать, не про всех говорю, а вот тем, кто распоряжается нашим кинематографом, поэтому, значит, вот так. Вообще, это очень интересная идеология, потому что она нифига не государственическая, она чисто вот какая-то из 90-х годов. Ну, они же думают, что не государственическая, вот там слить Росизос, ГЦСР, вернее, наоборот, да, принимают это как некое решение. Мне кажется, это очень опасная история по поводу, ну, так сказать, разрушения гребницы культуры, потому что эти институции, к ним можно по-разному относиться, и я охотно допускаю, что какие-то институции лучше работают, какие-то хуже, но это все и представляет из себя некое поле культуры, возможности, в которых, ну, не бюджеты же, не про бюджеты мы говорим, которые пилятся, так сказать, используются, осваиваются, а это место, где художник может реализоваться. Вообще, все вот это, все-все-все, о чем мы говорим, и все эти ЦСИ, ГЦСИ и прочие структуры, они нужны для того, чтобы художник смог сделать картину, инсталляцию, проект, режиссер поставить фектакль, снять фильм, танцоры сделать балет и прочим, хореограф, да, а если этих возможностей становится меньше, и все монополизируется, и скукоживается до одного места, и все это, вдруг еще, так сказать, все немножко про идеологию оказывается, и, вернее, не про идеологию, идеология, так сказать, ну, разная, про пропаганду, ну, как бы, да, то оказывается, вот такая проблемная, так сказать, зона у культуры, культура начинает, она, как шагреневая кожа, сокращаться начинает. Это опасно, опасно, потому что бывает безвозвратно. Вы под ведомственным департаментом культуры правительства Москвы. С тех пор, как там сменилось руководство, для вас что-то изменилось в вашей повседневной жизни, в планах, как это вообще? Вы знаете, я должен, я ни в коем случае не могу бросить камень в людей, которые сегодня руководят департаментом культуры. Я бесконечно благодарен предыдущему руководству, потому что без него, так сказать, без Сергея Капкова этого бы не было, но те люди, которые сегодня, так сказать, занимаются культурой, я знаю, их там и критикуют, и какие-то к ним, но нам они тоже помогли. И театр, так сказать, выжил, и, в общем, как-то активно развивается сейчас, в том числе и потому, что была какая-то поддержка с их стороны. И нас вот сейчас поддержали в поездке в авиньон, нам помогли с, так сказать, грандами. Поэтому я не, так сказать, не хочу ругать, обсуждать политику этого руководства, я тоже не хочу, потому что, ну, так сказать, вот они так себя ведут, потом, наверное, как-то все следующие разберутся, правильно это было или неправильно. Но театру они помогали. А ваш бюджет годовой как формируется? Бюджет формируется из собственных средств, в первую очередь, из средств, которые поступают от государства. У нас состоялся достаточно удивительный эксперимент и опыт. Мы в течение полугода не получали вообще государственную дотацию. Ноль. Ни на здание, ни на зарплату. Ничего. Это было в связи с тем, что государство покрыло налоги, долги, которые возникли в силу разных, самых разных причин. Вот. И мы не получали полгода. И нам надо было, нам необходимо было выжить. Ну, потому что было желание выжить. Руководство сказал, выживите, в общем, молодцы, не выживите, ну, извините. Поэтому спасение утопающих было рук самих утопающих. И мы, значит, совершили, вот и предыдущие руководства, я имею в виду Настя Голуб, и нынешние Алексей Кабешев, и команда, которая здесь работает. Мне кажется, мы совершили вместе очень много правильных шагов по привлечению внебюджетных средств. С одной стороны, средств, так сказать, разных меценатов, которые поддерживали самыми разными способами, через аукционы, через там помощи конкретным спектаклям, поддержали Google Центр. И плюс второй источник – это билеты. Вот мне это очень нравится, что это совершенно честный вид спорта. То есть мы продаем на достаточно большую сумму билетов, и это нам помогает покрывать наши расходы. Вот. И плюс вот с 2016 года пошла государственная субсидия, она небольшая, но, тем не менее, она тоже является, значит, источником. То есть, ну, большая часть – это все-таки бюджетные деньги или ваши сборы? Ну, сборы безбюджетные очень помогают, но без сборов выжить мы не можем. Мы зависим целиком от сбора. То есть нас поддерживают зрители. Когда было совсем трудно, мы подняли цен на билеты очень серьезно. И, в общем, как бы я через разные средства информации обращался к зрителям, извинялся, говорил, я сторонник крайне низких цен на билеты. Я сторонник того, чтобы разницу покрывало государство между стоимостью реальной, которая нужна театру, и сколько они стоят в кассе. И так, собственно, и происходит в разных странах мира, в театральных больших державах. Но, если этого нету, то, ну, вот, извините, зрители, на вас ляжет, так сказать, вся ноша по нашему выживанию. И нас поддержали зрители, они стали активно покупать билеты и понимали, что эти деньги, в общем, дадут театру выжить. Они, в общем, мы выжили, потому что хотели зрители. А кто-то из большого бизнеса поддерживает вас как национал? Есть такие? Ну, мы, вот, там написано, прям, несколько есть партнеров, которые поддерживают наши разные программы. У нас нет главного партнера, потому что, ну, это тоже какие-то политические решения, это кому-то разрешают быть партнером, кого-то, ну, то есть, это как-то все решается уже другим способом. Это не просто, я вот дружу с кем-то, давайте поддержите нас, им так могут не разрешить. Вот, поэтому у нас есть разные, так сказать, небольшие партнеры, которые нам очень помогают, и без них мы ничего бы не сделали. Скажите, а вот, ну, с Москвы... Я вам скажу другую, что вот, когда есть один главный партнер и театр, типа, выдыхает и расслабляется, неизвестно, может быть, это и хуже. Может быть, лучше, когда ты вынужден, а, все время крутиться, все время находиться в тонусе, все время находиться в какой-то, так сказать, такой настоящей жизни, битве за жизнь. И это очень серьезно мотивирует и тонизирует. И в качестве, так сказать, какой-то возможности выдохнуть вот небольшие инвестиции, которые помогают, там, свести концы с концами. Театр — это не про роскоши, не про заработать много денег, это про заниматься искусством, это про смыслы, это про формулирование каких-то, так сказать, идей и про человека, про размышления, про философию, про сочетание зеленого и фиолетового, но не про деньги. Хочешь зарабатывать деньги, иди в Россию что-то, нефтью торговать, на госслужбу. Вот. А здесь это про другое. А поскольку вы с государством как театр взаимодействуете в основном с московским правительством, да? То есть с Министерством культуры, как бы, оно там живет своими какими-то... Да, мы не взаимодействуем. И необходимости нет? Ну, нет. И, соответственно, если будут еще какие-то проекты, вы не планируете получать какие-то госдотации? Да, я и обратно получать. Я же не отказываюсь от госдотации. Говорю, не давайте мне. Ну, просто они... У них такая фигура подозрительная, значит, что такое всегда не то несу. И поэтому они вот мне не поддерживали мои проекты, которые я хотел. Чайковского хотели такого, как им кажется, скрепу хотели. Вот. И поэтому, так сказать, ну, как-то у нас... Мы по-разному видим картину мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова